ребята я вас приветствую сегодня мы поговорим о узи простаты и измерение ее размеров все ролики мои вытекают из ваших вопросов поэтому несмотря на то что ролики под номером 14 я уже рассказывал про узи простаты и особенности некоторые и затрагивал там вопрос по измерениям по моему но раз вы задаете вопросы значит не все понятно либо мне все понятно я думал что я вам рассказал на самом деле значит не все рассказал поэтому сегодня я решил уделить внимание этому вопросу объем простаты норма как измерять на каких этапах возможны погрешности как к этому относиться и сегодня я об этом расскажу вы будете лучше понимать заключение врачей ультразвуковой диагностики так нормальные размеры предстательной железы взрослого мужчины в возрасте от 18 до 40 45 лет условно объем ее от 20 до 30 кубических сантиметров почему такие такой разброс вы поймете дальше почему я говорю вот именно этим возрастом ограничиваясь ну условно говоря до 18 летнего возраста ну до 16 20 летнего возраста простота еще растет видоизменяется формируется а после 40 45 в ней начинаются процессы гиперплазии то есть снижается уровень андрогенов естественным образом у всех что ведет к появлению аденоматозных узлов в центре простаты и объем ее меняется поэтому мы грубо огрубленно берем вот эту норму от 20 до 30 кубических сантиметров как осуществляется ультразвуковое сканирование простаты человек лежит на кушетке лежит пациент вводится датчик ректальный можно измерять и через скани через переднюю бручную стенку через наполненный мочевой пузырь но это достоверность этого измерения гораздо ниже чем измерение через прямую кишку чем ближе датчик находится чем ближе к исследуемому органу тем точнее выполняется сканирование и так врач должен вывести представительную железу в трех основных плоскостях это максимально широкий широкую часть в сагитальной плоскости ну грубо говоря вертикальной в горизонтальной и в продольной вот в 3 по плоскостях хотя они все именуются по латыни с учетом взаимоотношений скелета от головы там хвосту от краниального каудальному краю но неважно в общем вы понимаете да эти три размера врач должен перемножить и умножить на некий коэффициент на самом деле на самом деле предстательная железа это орган неправильной формы я об этом говорил и в расчетах пользуются пользуются математической формулой из расчета объема усеченного эллипса это только слегка приближает нас к истинным размерам объема предстательной железы почему слегка вы сейчас поймете значит врач всегда в его видит на экране плоскость плоскость грубо говоря предстательную железу он должен разрезать в каком-либо сечении вывести это плоское изображение на экран и измерить его поставив крестики первый момент в котором происходит погрешность и неверные данные измерений это выведение вот этой оптимальной плоскости чтобы понять я вам приготовил модель картофельную модель потому что лучше я пока ничего не придумал вот это мне мысли сегодня пришла на самом деле эти идеи роликов даете вы поэтому пишите пожалуйста комментарии потому что у меня с позиции врачебного мышления я думаю что вроде бы как все понятно а на самом деле это нифига не понятно или просто люди не смотрели этот ролик но уже полтора года назад был конечно не не обязаны же вы это делать вот с другой стороны задавая эти вопросы я понимаю что вот эти детали какие-то вы в них ориентируетесь плохо сейчас поймете все посмотрите мне ничего в голову не пришло кроме как вот на картошке продемонстрировать вам возможность ультразвуковых срезов любого органа неправильной формы так скажем то есть это не круглый шар геометрически правильный где мы можем найти максимальный диаметр это некое неправильное образование теперь я примерно подобрал одинаковые размеры сейчас поймете почему значит нам вот предположим что мы смотрим простату вот в этом сечении нам нужно выбрать максимальный размер вот мы предположим его выбрали и рассекаем как это у меня получится вот вот мы увидели вот такую плоскость среза а если представьте теперь что врач не дошел сюда а чуть-чуть сместился и здесь выполнил вывел изображение это на экране разницу диаметров видите видите значит вам стало более понятно что так уже теперь другое сравниваем другое предположим что он датчик держит не так а чуть-чуть наклонился в эту или в эту сторону и еще вот так сместился чуть-чуть вот тогда ну вместо строго поперечного он чуть-чуть изменил угол сечения и выполняет срез вот в таком сечении смотрите что получилось разность видно видно если мы берем и режем картошку прямо вот по центру орган мы получаем один размер если смещаемся от центра или изменяем угол среза и выводим другую плоскость на экран мы получаем другой размер ну огрубленно но вы вы поняли разницу вы поняли разницу вот поэтому на каждом из этих трех размеров на самом деле могут быть погрешности но и это еще не все это же просто то вот примерно вот такого такой конфигурации вот такой это одна доля это вторая доля ну это процентов на 25 на 30 больше чем это в реальности бывает процентов даже на 40 меньше нормальная просто то есть то что прилежит к мочевому пузырю доли вот так расходятся здесь мочевой пузырь между долями идет мочеиспускательный канал и дальше выходит в ретру и дальше половой член здесь поэтому на самом деле простота вот приближенно примерно вот такой формы если она еще и имеет разную конфигурации разный наклон что зависит от степени наполнения мочевого пузыря угол сечения угол сканирования меняется понимаете у кого-то она распластанной формы более воплощенной у кого-то она приближается форм форме шара разная конфигурация у всех поэтому то что мы видим на экране зависит от того как мы держим датчик и как расположена простота у данного человека и даже 3d реконструкция что вот говорят 3d узи 3d узи но это 3d на основании того что отсканировал врач сначала мы должны в математику сканера ввести кучу 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 плоскостей и потом из этой из этой кучи плоскостей он смоделирует объемное изображение органа то есть все равно врач должен поместить туда эти размеры на основании которых сформируется объемная картинка поэтому 3d реконструкция не происходит автоматически она происходит на основании того как держит датчик врач и что он сканирует в таких плоскостях и так картофельная часть завершена теперь вы понимаете что вывести корректно плоскость на экран это большое искусство и зависит все от прокладки между аппаратом и пациентом прокладки в виде врача ультразвуковой диагностики теперь мы имеем изображение вот я вам показываю изображение предстательной железы и мы должны пометить некий размер значит вот вы видите эти волшебные крестики они же не сами по себе появляются это врач должен поставить на одну границу крестик и на вторую границу крестик а между ними машина измерит точное расстояние но границы предстательной железы это вещь тоже не такая четкая как у картошки когда мы ее берем в руки измеряем ее штангенциркулем да на каждом из размеров если мы сдвинемся на полтора миллиметра вглубь то мы получим три миллиметра суммарно искажение размеров так так или же мы наоборот сместимся больше наружи мы получим там плюс три миллиметра дополнительных значит вот первая часть это насколько корректно мы вывели плоскость вторая часть насколько корректно мы поставили крестики от этого зависит цифра до теперь будет еще третья часть марлезонского балета но пока о цифрах теперь показываю вычисления например я взял средний размер предстательной железы здорового молодого мужчины о котором мы говорили вот первая первая строчка это нормальные примерно нормальные размеры вот четыре с половиной ширина три с половиной глубина и два с половиной высота вот и того перемножая все это на соответствующий коэффициент мы получаем объем 20 с половиной кубических сантиметров или миллилитров что одно и то же вот если мы от этой от всех этих величин отнимем 3 миллиметрика в каждом из измерений и будет не 454 едва не три с половиной а три едва да вот мы же говорили о том что крестики на полтора миллиметра с каждой стороны сдвинулись вовнутрь получили минус 3 вот если на каждом из измерений мы с минусуем 3 миллиметра в пересчете мы получим изменение объема в меньшую сторону на 25 процентов ребята вы видите да было 20 стало 15 это просто на полтора на 3 миллиметра на каждом из измерений если мы прибавили на каждом из измерений по 2 миллиметра мы получили плюс 23 процента объема то есть 24 с половиной кубических сантиметра видите да теперь если у нас простота большая показываю следующую картинку мы смотрим пожилого мужчину с аденомой простаты вот примерные опять же отвлеченная взял эти размеры шесть с половиной сантиметров на пять с половиной на четыре с половиной сантиметра перемножает их на индекс и получаем объем восемьдесят четыре кубических сантиметров до 60 80 это ну да да таких цифр реально и простота увеличивается при одном и даже до сотни бывает и больше сотни кубических сантиметров вот теперь представьте себе что мы допустили погрешность мы же уже говорили о механизме формирования этих погрешностей на три миллиметра в минус на каждом измерении и мы уже получаем восемьдесят четыре было 70 стал то есть минус 15 процентов при нормальной простоте у нас было минус 25 процента теперь с увеличением каждого размера на два миллиметра мы получим увеличение на 10 процентов всего лишь они на 20 там с лишним процентов как случае маленькой просто то из этого мы делаем вывод что чем меньше объем исследуемого органа тем больше влияет погрешность вот это вот в один два три миллиметра поставив крестики на конечный результат то есть при большой аденоме вот эти два три миллиметра не будут иметь решающего значения а при нормальной простате эти два три миллиметра будут давать нам прямо противоположные результаты первая погрешность это плоскость какую мы мы с разрезали на нашей картошке второе это какие мы допустили погрешности при расстановке крестиков и третье есть еще вещь которая вообще не учитывается это скелетотопия скелетотопия это часть топографической анатомии который изучает взаимоотношение взаиморасположение внутренних органов по отношению к скелету скелет это жесткая структура и это единственная жесткая такая штука которой мы можем привязаться в качестве ориентира ну например сердце в положении лежа находится на уровне там второго грудного позвонка в положении стоя все же органы опускаются она перемещается на один грудной позвонок и может находиться на уровне третьего грудного условно говорю вот лежит человек с датчиком задницы ему сканирует простату у одного мочевой пузырь переполнен ему сказали пей как лошадь и не мочись 3 часа у него уже глаза на лоб вылезают а вот у него в мочевом пузыре литрах литр двести мочи что происходит при наполнении мочевого пузыря простота оттесняется в сторону прямой кишки и вот этот датчик введенный в прямую кишку видит изменение положения ну то есть врач узист он не осознает этого но если бы мочевой пузырь был заполнен не литр двести а двести миллилитров мочи то простота бы стояла по-другому пузырь был бы маленьк меньшего объема и она бы занимала другую позицию в малом тазу по отношению к скелету и тогда этот же датчик в этом же стандартном положении ниже он его опустить не может потому что там уже кушетка мешает правда вот значит он будет сканировать в этой плоскости простату с другим пространственным расположением соответственно будет видеть другой съезд срез картошки на экране понимаете и это уже радикально отразится на измерениях и на пересчете объема предстательной железы здесь это вообще никто не учитывает степень на полностью мочевого пузыря врачи узи вообще на это не обращают внимание теперь представьте себе что на любой человек выполняя каждый день годами стереотипную работу одну и ту же у него формируется какой-то шаблон представлений вот внутренний пространственный какой-то модуль у него формируется в головном мозге и закрепляется стандартное положение руки при удержании датчика мы проводили такой эксперимент я в одном из роликов говорил об этом когда лежит пациент подходит врач вводит датчик измеряет объем простаты датчик не удаляет встает уходит заходит другой врач узи диагностики берет этот же датчик измеряет встает уходит заходит 3 врач берет этот датчик измеряет погрешность 30 процентов в разные стороны один и тот же больной один и тот же датчик один и тот же аппарат разные врачи учтите еще все эти погрешности про которые я говорил вот это и есть третья часть марлезонского балета то есть вот эта топография расположение простаты она тоже играет огромную роль при измерении ее объема теперь может быть вам что-то стало понятней поэтому у одного врача в одной клинике у вас будет 15 кубических сантиметров объем у другого врача в другой клинике у вас будет 31 понимаете в два раза больше и вы будете в полном недоумении и тем более уж нельзя сравнивать и брать размер и объем простаты в качестве критерия эффективности лечения понимаете то есть было 22 а стала 28 лучше или хуже чу это объем увеличку значит стало хуже а может не стало хуже или наоборот был объем 28 а стал 21 ой как хорошо а наш стала меньше значит что там отек ушел или еще что то а тот момент что если человек не живет половой жизнью неделю или две молодой человек то в простате накапливается секрет она становится насыщенной жидкостью объемы увеличивается и если произошло семи извержение и посмотреть там в ближайшие час-полтора ту же самую простату она будет меньше на 25 на 25 где-то 30 процентов меньше ее объем будет то есть она сократилась выбросила жидкость стала меньше в объеме ну кто из врачей узи спрашивает как давно вы жили половой жизнью как правило никто ну это отражается на окончательных цифрах на основании которых вы как эксперты делаете выводы об эффективности лечения он больная простота у вас или здоровая в итоге что мы имеем правильно ли или нет выведена плоскость на экран правильно или нет расставлены кресты учтено ли топография учтена или нет простаты насколько наполнен мочевой пузырь сильно или совсем не наполнен как давно было 7 извержения вот эти факторы которые повлияют на цифры конечные цифры объема простаты как вы считаете имея вот этих пять факторов высока ли вероятность абсолютной точности измерения объема предстательной железы я думаю что нет вам теперь немножко понятно стал вообще как относиться к этим измерениям это может быть только ориентир один из многих я ничего плохого не хочу сказать о врачах ультразвуковой диагностики но понимаете в чем дело есть например врач ультразвуковой диагностики которая там проходила интернатуру и субординатуру и ординатуру по кардиологии например или по эндокринологии и она очень хорошо знает сердце или щитовидную железу потом стала врачом ультразвуковой диагностики она прекрасно великолепно смотрит сердце чудесно считает все объемы кровоток просчитывает все все индексы и прочее 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 там миллион параметров в которых я молчу понимают вот и она же смотрит представительную железу которую она не видела ни разу в своей жизни она ни разу не держала ее в руках она и никогда не оперировала она никогда не лечила мужиков с простатитом с аденомой она изучила этот вопрос по учебникам руководством прошла практические какие-то изучил изучила практические навыки под руководством ну такого же специалиста узи как она у них есть свои шаблоны свои нормативы все понимаете то есть это две разные вселенные урологи и врачи ультразвуковой диагностики в идеале их нужно совместить каким образом дать урологу в руки датчик и допустить его до ультразвукового сканера так поступают в европе когда я работал со шведскими профессорами один из первых в россии начал трансуретральную микроволновую терапию при аденоме простаты это ниже погрейка при простатите это методика через уретру когда мы вызываем ну по сути дела сжигаем часть 1 аденоматозных узлов и добиваемся ее уменьшение вот там измерение размеров простаты имеет решающее значение потому что от того насколько ты правильно померяешь машина посчитает мощность воздействия микроволнами до каких температурных параметров нужно довести мощность и продолжительность воздействия то есть от этого зависит успех этой процедуры вот если ты ведешь в автомате и если ты ведешь ее в ручном режиме то там конечно меньше параметров безопасности но здесь уже знаете мастерство как вот на скрипке музыкант играет так и оперируя вот этими инструментами мощностью и продолжительностью ты можешь добиваться разных изменений в этом органе но для этого важно знать четкие размеры абсолютно четкие поэтому я сам ходил и мерил вот и поэтому врачи узи которые со вместе со мной работали они знали все эти тонкости до миллиметра поэтому если вы будете выбирать в какой же клинике сделать узи простаты не просто в подземном переходе там я не знаю узи диагностика то есть сидит врач один он вам посмотрит простату следующая женщине посмотрит щитовидную железу потом сустав коленный вот может быть он эндокринолог в прошлом и щитовидку он смотрит великолепно я об этом не говорю но сустав он коленный так вам посмотрит что ортопеды потом будут матюгаться потому что он увидит там оторванный мениск а на операции окажется что виниск не оторван например я огрубленно говорю то есть ценность врачей ультразвуковой диагностики чем больше они сопрягаются в работе с урологами тем выше их квалификация поэтому искать надо те учреждения где есть предположим стационар и урологическое отделение где оперируют мужиков и где их лечат и в этом же учреждении есть ультразвуковая диагностика и вот эти врачи все равно пересекаются друг с другом они неизбежно обсуждают какие-то результаты оценивают результаты лечения они встречаются на конференциях на планерках они говорят иван иванович какого черта ты там увидел на прошлой неделе там этого вообще близко не было ну в общем там где есть вот эта взаимосвязь взаимодействие врачей ценность врачей ультразвуковой диагностики гораздо выше поэтому если ищите где сделать узи простаты выбирайте какое-нибудь крупное медицинское учреждение где есть урологическое отделение и узист который там сидит внизу на первом или на втором этаже он все равно будет более квалифицированно выполнять это исследование а теперь вы знаете много тонкостей как вы считаете вот на приеме уролог вам вот это вот все будет рассказывать или врач узист вам это будет рассказывать вот эти все пять факторов которые могут повлиять в результате на расчеты объема предстательной железы ну может быть кто-то и будет но я убежден в том что не каждому больному я насколько мог убеждал и пытался объяснять всегда мужикам но постепенно естественно как у любого человека накапливается утомление вот усталость вот и врачи часто очень формально к этому относятся то есть измерили отдали заключение в руки ну и часто мужики не не находят ответов на вопросы и вот например проснулся мужик сейчас к видная ситуация кругом все закрыто приемов амбулаторных нету уроки все работают с ковидными больными операции все прекращены плановые и так далее и тому подобное и чё там задавило что-то заболела вроде бы или показалось что что-то заболело что-то эрекция похуже стала схожу-ка я сделаю узи предстательной железы пришел куда попало и сделал узи предстательной железы и вы дали ему на руки заключение что диффузно-неоргодная эхо структура зонами повышенной эхо плотности впереди уритральной области увеличен объем предстательной железы и т т т т т все заключение хронический простатит с кальцинатами все вот штамп поставили ему в головной мозг прямо прямо туда вот такую печать и он так смотрит и говорит ни хрена себе вот это дожился дожился и что делать он не знает он лезет в интернет и тут же ему лендинг пейдж перед глазами страничка такая простатит тра тата вот волшебное средство вот чудо клиника вот вам эти свечи покупаете вот эти капсулы покупать а это новые революционные средства а вот мнение главного специалиста такой-то области они уже обнаглели до такой степени что они просто ставят какие-то морды врачей и придумывают фамилии я встречал главных специалистов например омской области главный уролог омской области который вообще не существует того кто написан и с этой рожей который на фотографии его нету ну теоретически где-то этот мужчина врач он существует но он не главный уролог омской области нет другое лицо совсем но тем не менее это вылезает с учетом вашего геоположения это все определяется и моментально вам рекомендую что это прям только для вас еще и пейте все и вот тут человек пошел по ложному пути и он идет и блудит по ложному пути мы сейчас сегодня говорили только об измерении размеров и расчете объема предстательной железы и вы увидели сколько погрешности и ошибок может быть в этом процессе но есть еще и оценка структурных изменений предстательной железы это совсем другая опера вообще то есть до кальцинат и все прочее мы смотрим каждый каждый день мы смотрим на свое лицо волей или неволей вот нам надо умыться почистить зубы мужикам побриться тем кто бреется но тем не менее на морду мы смотрим часто и каждый день мы не замечаем изменения это не один но если мы посмотрим фотографию 10 лет назад что было и что есть сейчас мы эти изменения видим ну и они не вызывают нас недоумение ну сожаление какое-то может быть да конечно 10 лет назад я был посимпатичнее и помоложе но почему-то когда мы в простате видим в 35-летнем возрасте какие-то кальцинаты уплотнения и прочие всякие вещи мы тут же побежали ее лечить и хотим добиться подростковой чистоты от слова чисто чистоты в предстательной железе чтобы стало как в молодости надеемся что будет очень хорошая эрекция активность и все и не будет болезни никаких если мы избавимся от этих уплотнений кальцината почему-то у вас не возникает мысль избавиться от морщин на лбу или от брылей которые висят да вы понимаете что это сделать невозможно вот ну почему-то вы считаете возможным избавиться от этих уплотнений в простате и стать как 18 лет но простота и эрекции это вещи не взаимосвязанные о чем у меня есть ролик и вы опять идете по ложному пути и вашей этой доверчивостью все прекрасно пользуются ну вот кто-то еще антибиотики попьют от кальцината что чаще всего и бывает поэтому ребята я призываю вас к здравому смыслу холодному разуму к спокойствию теперь вот вы стали экспертами да у нас же сейчас сплошные эксперты куда не сунься эксперт вот тут недавно совсем буквально месяц или полтора назад один из блогеров-сфортсменов вернее зожников который у которого прекрасная методика тренировок свои я не буду сейчас его называть появляется у него ролик избавляемся от аденомы ну то есть у него идея физическими упражнениями лечить болезнь ну его посыл он очень конечно благородный и хороший но если бы здесь кроме хайпа вот в надежде на то что его будут миллионами просматривать был бы еще какой-то смысл который подтверждался практикой на самом деле а то что существует 14 теорий развития аденомоприцательной железы и ни одна из них не объясняет механизмов развития о том что дегидротестостерон как тканевая одна из тканевых фракций тестостерона у всех раньше или позже его концентрация увеличивается или уменьшается что чувствительность рецепторов ткани предстательной железы к этой фракции тестостерона разные у всех генетически и от этого зависит и возраст когда начинается рост аденомы и темп ее развития то есть куча куча всяких факторов это только те которые известны сейчас а еще ведь очень многого мы не знаем в этой проблеме но этот блогер решает вопрос просто избавляемся от аденомы эксперт понимаете поэтому вы тоже сейчас стали экспертами но тот кто дружит с огромное количество нюансов в раз в каждой из областей медицины есть базовые знания которые нужно получать как минимум шесть лет и потом специализация еще минимум два года и потом если этот специалист отработает в практике 10 лет ну вот вам 18 лет после этого это становится очень ценный специалист вот тогда ему можно верить все за три минуты за пять минут даже за час рассказать все нюансы которые существуют только в одной части измерения предстательной железы ее размеров и объема невозможно рассказать все нюансы поэтому ну теперь вы знаете многое и призываю вас ставить лайки подписываться рекомендовать друзьям это там в общем стандарт вы поняли меня вот ну а вообще будьте здоровы не кашляйте